Доброе утро! С вами Авера Станкевич. Сегодня 32-й выпуск нашей каждодневной передачи, которая называется «Завтрак с Библией». Приближается Рождество, все ожидают чуда рождественского. Но дело в том, что мы не отмечаем ни день Рождества, ни год Рождества, потому что есть очень много версий того, когда это произошло на самом деле, даже в каком году это произошло на самом деле. И у каждой из этих версий есть неоспоримые доказательства. И мы с вами ожидаем этого Рождества не как даты, а именно как факта. Потому что произошло чудо. Никогда в истории до этого и в истории после этого не рождался человек от Бога. То есть никогда не рождался человек из утробы женщины, который был, значит, духом святым. То самое, что называется в православии непорочное зачатие. И все, кто знал, что это должно произойти, ждали этого момента, потому что должен был прийти Мессия, спаситель всего мира. И обратите внимание, кто пришел первым поклониться новорожденному младенцу. Пришли мудрецы с Востока. Я напоминаю, что тогда на Востоке жили язычники. И при всем при том, что они пришли поклониться еврейскому мессии, пришли поклониться человеку, верующему в единого Бога и озветворяющему в единого Бога. В семье людей, родившихся в традициях веры в единого Бога. В стране, где верили в единого Бога. Эти люди пришли, тем не менее, из земли язычников. Именно в его стране, в стране рождения того самого младенца, его не ждали. Потому что все уже давно забыли о пророчествах и перестали верить в чудеса, отчаялись. Но, как мы читаем с вами в некоторых местах Библии, Бог иногда отходит от своих избранников, чтобы проверить, что на сердце у них. И на сердце у израильтян в то время, скорее всего, было совсем не рождение Мессии. И, тем не менее, это чудо произошло. И это чудо произошло именно благодаря тому, что Мария поверила. И это чудо благодаря тому, что Иосиф поверил. И это чудо было признано язычниками с Востока, потому что оно произошло, и они знали, что это должно было произойти. Сегодня многие из нас ожидают чуда в своей жизни. И, вы знаете, я думаю, что самое такое, ну, самое жесткое место, которое олицетворяет, или вернее объясняет нам, когда и где могут произойти чудеса, которые Господь совершает в нашей жизни, это 13 глава Евангелия от Матфея. Это глава, богатая на притчи, то есть, по-моему, самое большое количество притч Иисуса были пересказаны именно в 13 главе. Но примечателен в данном случае конец этой главы. И я зачитаю несколько стихов с 54 стиха 13 главы. И, придя в Отечество своем, учил их в синагоге, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы. И дальше стих, который объясняет, почему чудеса не происходят. 58 стих. «И не совершил там многих чудес по неверию их». Мы уже неоднократно говорили и неоднократно слышали в разных проповедях и в интернете, и, скорее всего, вы слышали это у себя в церкви. Больше всего чудеса Господни работают там, где в них верят, больше всего работают там, где их ждут, там, где в них нуждаются. Но когда люди не верят, когда они ставят под сомнение все, что происходит вокруг них, даже если об этом говорит сам Бог, то Господь не совершает чудеса именно по неверию их. Поэтому я сегодня хочу пожелать вам, верьте в чудо, ждите чудес в вашей жизни. Оно обязательно произойдет в том случае, если вы будете человеком верующим и верным Богу. Поэтому я желаю, чтобы ваша верность и вера в Бога проявилась именно так. В вашей жизни начнут происходить чудеса. И пусть эта неделя будет для вас благословенной. И, возможно, чудо произойдет прямо сегодня. Проверьте, как написано в Писании, верили вы. И это чудо обязательно произойдет. Будьте благословенны. Спасибо вам за внимание. Приходите завтра в наш очередной каст «Завтрак с Библией». А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вера Станкевич. И пока. Продолжение следует...